Кубинцы и раньше нередко были вынуждены стоять в длинных очередях за определенными продуктами. Однако в последние месяцы плановая экономика даёт о себе знать намного чаще. Люди стоят в очередях буквально за всем. Сначала это были лекарства, затем мука и растительное масло. Теперь не хватает мяса и яиц. «Дефициты – проблема по всей стране. Надеемся, что ситуация изменится. Сейчас яиц стали привозить больше. Но проблем много. Вот почему везде очереди». Дефицит привёл к повышению цен на некоторые товары на чёрном рынке. Теперь они доступны не всем, ведь средняя зарплата по стране – около 30 долларов в месяц. «Даёт всего один лоток с яйцами в одни руки. Но очередь двигается довольно быстро. Проблемы с продуктами существуют на Кубе постоянно». Власти признают дефицит на некоторые товары, такие как медикаменты. Они объясняют это тем, что сократился импорт сырья, необходимого для производства. «Нехватка есть. Нам приходится приспосабливаться, искать продукты. Не так, что приезжаешь и сразу всё находишь. Теперь наша жизнь такая, и мы к этому привыкли». Три года назад Куба начала внедрять меры экономии из-за сокращения экспорта и проблем с ликвидностью. Кроме того, сократилась помощь из Венесуэлы, которая также погрузилась в глубокий экономический кризис. В этом году президент страны объявил, что продолжит политику затягивания поясов.